Возвращаемся к теме школьного питания. Сейчас у нас в гостях Максим Беконя, заместитель руководителя главного управления городского образования. Максим, здравствуйте. Добрый день, Евгений. Разговор о школьном питании, а тем более во время пандемии, когда дети сидели дома на удаленке, и некоторая часть сейчас остается. И вот был вопрос о том, как кормить льготную категорию, были разные варианты. На сегодняшний момент вопрос решен. Расскажите о том, как проходило это действие, как решался вопрос. Я бы не сказал, что в ходе решения этого вопроса мы испытывали какие-то трудности, которые можно было бы определить как непреодолимые. Это была достаточно кропотливая работа юристов, экономистов. В общем, рутинная работа, которая требовала времени. Результатом этой работы, результатом переписки явился закон Красноярского края, поскольку это у нас региональные полномочия, который вышел 1 декабря. Но он имеет обратную силу, то есть он распространяется на тот период, когда мы ушли на дистанционное обучение, то есть с 9 ноября. И исходя вот из этих дат, с 9 ноября по сегодняшний день и дальше до конца года, все льготные категории имеют право на получение сухих пайков, которые описаны, сформированы, под которые выделены краевые деньги, и которые будут установленным порядком выдаваться, немножко говорю с заявительным порядком, будут выдаваться в отдельных образовательных учреждениях. Я вот очистить сразу, если можно, заявительные, это значит, что родители должны написать заявление? Совершенно верно, по установленной форме. И вот я почему говорил о том, что работа шла по-разному, и тяжело, наверное, в том числе, потому что были же разные варианты, вплоть до того, что льготные категории предлагали ходить в школу, чтобы они питались, но... Да, вы правы. На старте была у нас такая история, когда мы, ну, это юридическая казуистика, ничего другого на определенный момент времени предложить не могли, кроме как действительно приходить в школу и реализовывать свое право там, на месте. Но поскольку местный законодатель распорядился таким образом, и это хорошая история, то есть сейчас мы имеем вот эту достаточно неплохую альтернативу. Многие родители задают вопрос. Если не получали льготное питание и в том числе не было закона о том, чтобы формировать сухие пайки, то за тот период, когда закон еще вроде как не вступил в силу, но тем не менее дети уже находились на дистанционном обучении, будет ли за этот период формирование сухих пайков? Да, Евгений, я сразу оговорился, когда начал описывать эту ситуацию, что принятый закон имеет обратную силу, то есть он распространяется на тот период, когда мы вступили в дистанционное обучение, то есть с 9 ноября. То есть родители могут не волноваться? Совершенно верно. Хорошо. Когда начнется выдача сухих пайков? 18 декабря по 25 декабря. Но опять же мы оговоримся, что это для тех категорий, кто сегодня еще находится на удаленном обучении. Да, льготники. Сколько сегодня стоит стандартный завтрак или обед в школе? На территории Красноярска. Боюсь вызвать у вас улыбку, но я вам скажу до запятой. Значит, для начальной ступени, 1-4 класса, стоимость завтрака в пределах 48 рублей, обеда в пределах 70 рублей. Я, правда, говорю, без торговой надбавки, которая составляет 13%, для ступени 5-11 класса это 55 рублей, 82 рубля, соответственно. Завтрак, обед. Сюда несложными вычислениями можно приделать 13%, там сумма немножко увеличится. Есть планы по повышению стоимости? Планы есть, они, в общем-то, диктуются временем, и сейчас мы, в общем-то, стоим на пороге того, что торговая наценка – это, скажем так, тот добрый шаг в сторону бизнеса, потому что хорошо, дешево не бывает. Наценка в будущем году увеличится до 25%, и в этой же динамике в следующем году, в 2022, есть планы увеличения до 35%. А вот по поводу качества. Бывает так, что школьник приходит и говорит о том, что мне не очень понравилось то, что до столовых. Кто и как может проверить? Я знаю, что сегодня общественность этим уже озадачилась, и идут какие-то общественные наблюдения, неправильные. Да, вы правы. История такая весьма распространенная. Имеем мы достаточно много обращений по поводу именно не качества, а именно вкуса той пищи, которая преподается. Тема неоднозначная, она достаточно субъективно окрашенная. По поводу того, что вы говорите, каким образом можно реализовать свое право и направить обращение, для этого существует масса всяких возможностей. От электронной почты, которая имеется в каждом образовательном учреждении, через общественные организации, которых у нас также достаточно много проявляют интерес к этой тематике. Депутатский корпус. Да, есть у нас достаточно широкий набор депутатов, которые, ну, скажем так, на своем личном депутатском контроле держат вот эту тему. Ну и родительские комитеты. Это самый простой, самый доступный способ, через кого можно разместить свое понимание того, насколько вкусно или невкусно у нас подается пища. Но оговорюсь, оговорюсь, что та пища, которая поставляется ученикам, она, безусловно, достаточно высокого качества, а вкусовые параметры, тем она больше лежит в семье. То есть то, что прививается в семье, и то, что на сегодняшний день, ну, не совсем коррелирует с тем, что у нас предоставляют организаторы питания. Ну, по тем ценам, которые я вам презентовал. Из разряда нравится-не нравится, да, Вадь? Не то, что качество или некачество. Точно. Я просто слышал и есть уже в СМИ о том, что проходят подобные проверки. Да. Или, как они правильно называются, завтрак с директором. Завтрак с директором. Есть у нас такая форма, получила распространение, еженедельно проводится в разных образовательных учреждениях. То место, где могут поучаствовать, ну, по большому счету, кто угодно, от перечисленных мной выше персоналей до самих родителей, где они могут, в общем-то, определить сами, субъективно, насколько это качественно и вкусно. А те, кто был уже на завтраке с директором, есть какая-то обратная связь? Обратная связь есть. Она, по большей части, позитивная, поскольку мы понимаем, что родители, они немного в другой возрастной категории находятся, в категории, которая может быть ближе мне, вам. И наши вкусовые пристрастия, они немного разнятся с теми, которые вот исповедуют сегодня наши дети. Поэтому с точки зрения родителей, вот чаще всего, рискну предположить, там на 90% и больше, нареканий нет. Спасибо. Те школьники, которые сегодня находятся на дистанционном обучении, они, соответственно, не посещают учебные учреждения. Как это отражается на поставщиках, на тех, кто готовит питание для детей? Терпят ли они какие-то определенные убытки? Или каким-то образом они самостоятельно регулируют? Вопрос понятен, Евгений. Наверное, сложно говорить тут об убытках, поскольку это, ну, прямо пропорциональная зависимость. Больше накормили, получили больше денег. Меньше накормили, получили меньше денег. Конечно, было бы более объективно оценить это со стороны самого бизнеса, который нам поставляет эту услугу. Но, по большому счету, это выглядит именно так. Мы далеки от той мысли, что наши операторы питания несут убытки. Более того, сейчас в качестве какой-то вот, ну, меры поддержки или небольшой компенсации мы предложили операторам питания вместе со школами, с образовательными учреждениями заняться вот тематикой сухих пайков, поставки этих пайков. Тоже определенные деньги. И по составу сухих пайков. Кто определяет наличие тех или иных продуктов в составе этих пайков? Тема, которая согласована с Роспотребнадзором. В общем-то, есть у нас самый главный орган федерального значения, который всю эту тематику ведет и согласует. Ну и рекомендованный вот этот список, он уже детализируется в самих учреждениях образовательных совместно с операторами питания, которые непосредственно будут поставлять. То есть нет общекраевого, каждое учебное учреждение? Да, на основании установленного рекомендованного списка, ну, он так достаточно расширен. Спасибо. Я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня был Максим Быконе, заместитель руководителя главного управления городского образования, и мы разговаривали о школьном питании. Продолжение следует...